365 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Азербайджане за последние сутки. 175 человек при этом выздоровели. Трое скончались. Данные приводит оперативный штаб при Кабмине страны. За весь период пандемии в Азербайджане выявили свыше 236 тысяч случаев COVID-19. При этом в стране продолжается процесс вакцинации населения. На текущий момент препарат от коронавируса получили около 360 тысяч человек. По словам экспертов, вакцинация поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране. Как только мы получим 70 процентов коллективного иммунитета, к чему мы потихонечку идем, то и вы сразу поймете, что даже по тем цифровым колебаниям, которые вы сейчас видите, вы увидите, что они сами поползут вниз. И я думаю, что к тому моменту нам разрешат уже снять маски. Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюбин, в интервью изданию Welt, заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться к 2022 году. Он также отметил, что 2021 год будет более предсказуемым и управляемым, так как имеются инструменты, диагностические программы и вакцины. По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения. Если это произойдет слишком быстро, то ситуация может ухудшиться. Канцлер Себастьян Курц заявил, что применение в Австрии российской вакцины от COVID-19 «Спутник Ви» станет возможным в случае получения допуска от Европейского агентства лекарственных средств. Курц также отметил, что вакцина компании AstraZeneca теперь рекомендована в Австрии и для вакцинации лиц в возрасте старше 65 лет. Британское правительство планирует разрешить летом тур поездки по стране. Однако зарубежные путешествия вряд ли будут возможны. Об этом заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. С 4 января в государстве введен третий по счету национальный локдаун. В соответствии с планом поэтапного ослабления ограничений, с 8 марта откроются все школы. С 12 апреля непродовольственные магазины и террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские музеи, библиотеки и зоопарки. Будет принято решение по внутреннему туризму.